Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангельские чтения на всеночной подкроены таким образом, чтобы человек, пришедший праздновать Воскресение Христово, услышал весть о воскрешенном Господе. И вот в таких отрывках в четырех Евангелиях для чтения набралось одиннадцать. И вот сегодня мы читали самый конец Евангелия от Луки. Чтения расположены в конце Евангелия от Матфея Марка, Луки и Иоанна. И в них прорисуется о том, как Воскресший Господь встречался со Своими учениками. Вот Евангелие от Луки, который, кстати, читается и на Вознесение, потому что заканчивается Вознесением, повествует о том, как Господь встал посреди них и сказал «Мир вам!». Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят Духа. Но Он сказал им «Что смущаетесь и для чего такие мысли входят в сердца ваши?» «Посмотрите на руки Мои и на ноги Мои, это Я Сам. Осижите Меня и рассмотрите, ибо Дух плоти и костей не имеет, как видите Меня». И сказав это, показал им «Руки и ноги». И когда они от радости еще не верили и дивились, Он сказал «Есть ли у вас здесь какая-либо пища?» Опять специально для того, чтобы не только осязали Него, но и для того, чтобы ели вместе с Ним. Потому что, если бы дело завершилось только осязанием, то по прошествии какого-то времени они могли сказать «Ну, может быть, и это нам показалось». А ведь то, что ели, даже если хотя забыли, может быть, и вкус этой рыбы и так далее, Но сам факт, что они ели, и Он вместе с ними ел, это невозможно так вот совместить. Вот так Господь хотел, чтобы не стало уверить в своем воскресении. Не просто как явление из загробного мира. И это, в общем, бывает не так уж и редко. Ну, время от времени, и, может быть, кто-то из вас с этим сталкивается, когда усопший является либо во сне, либо как бы так, наполовину во сне, наполовину наяву. Реже прям, как-то так, воочию. Но все-таки это бывает. Но так, чтобы человек воскрес после смерти, это уже чудо из чудес. И почему Господь хотел именно так? Потому что это является воплощением и воскрешением Христова основой нашей веры. Если Христос не воскрес, тогда наша вера, ну, просто как бы напрасная такая мечта. Потому что тогда нет победы над смертью, тогда, в общем, существует, конечно, загробная жизнь. Но ведь это не есть полное существование. А Господь пришел и убедил в этом своих учеников, что будет и второе воскрешение, то есть второе пришествие, и будет новая жизнь во Христе. Ради этого человек и подвизается для того, чтобы вместе со Христом жить вечно. И вот эта вечная жизнь начинается уже здесь, на земле. Они подали ему часть печеной рыбы, сотую меда. Он взял и ел перед ними и сказал им, «Вот то, о чем я вам говорил, еще быв с вами, надлежит исполнится всему, написанному о мне в законе Моисеевым и пророков, и псалмах». Потому что все пророчества на Христе сбылись. И их, если отрицать, как, допустим, отрицать иудеи, то можно только сознательно. Сознательно искажая факты. Тот, как они подкупили стражу, и скажите, говорит, что ученики украли, пока вы спали. Дали им за это деньги. Спрашивается, ну как, с какой целью? Вот так бывает, к сожалению. Человек вот ослеплен какой-то страстью, и вопреки очевидности, с помощью каких-то ухищрений, даже вот такого открытого подкупа, ну прям преступления, он хочет скрыть сам мотив своего поступка, для того, чтобы настоять на свое. Вопреки очевидным. А то, что Христос воскрешет, это и есть вещь для апостолов, это была вещь совершенно очевидная. Господь к этому их готовил все три года своей проповеди. Они были свидетелями многих чудес. Вот. И перед своим воскрешением Лазаря, что это возможно. И это будет. Тогда отверз им ум по разумению Писания. Вот без этого отвержения ума Священное Писание, оно становится, ну, как-то непонятной книгой. И человек может читать, скользя по тексту, и даже зная, как-то запоминая. Но если он не живет жизнью духовной, то это остается для него чисто таким внешним знанием. И нужно, вот, чтобы отверзся ум. Потому что многие факты Священного Писания знают о мусульмане, Ветхий Завет знают и просвещенные иудеи, но, к сожалению, это остается закрытым. Даже миллионы и даже сотни миллионов людей, которые называют себя христианами, на самом деле, очевидных вещей там не видят. Почему? А потому что желание жить по своей воле, оно много сильнее, чем желание жить по Слову Божьему. И как делать? Вот как быть? Вот хочу жить так, хочу делать то-то и то-то. А Священное Писание говорит, что это делать нельзя. Как быть человеком? Человек начинает говорить, а, это, говорит, не обязательно. Или, говорит, а вот моя бабушка, она была очень верующая, а все равно там не постилась. А при чем-то твоя бабушка-то? Может быть, она была верующая, может быть, она была не так верующая, как тебе кажется. Может быть, ее не научили, может быть, она этому значения не придавала, может быть, ей вообще есть было нечего. Может быть, она болела, ей врач прописал, так сказать, отсутствие поста в ее диете. Но человек любой аргумент будет выдвигать, но только чтобы ему не исполнять Слово Божие. А большинство людей просто не замечают, стараются на этом не акцентировать. Или говорят, ну, это там в ту эпоху это было обязательно, а сейчас уже, мол, совсем другая жизнь. Ну, хорошо, другая жизнь. Солнце другое, Луна другая, вода другая, березы, сосны, ели, земля другая. Все то же самое. Меняется что? Ну, быт немножко меняется, немножко язык меняется. И какие-то привычки людей, мода меняется, там, каждый сезон. А остальное все то же самое. Господь отверз им ум, разумеете, Писание. И для них как-то все в один момент представилось все ясно, все понятно, все как бы соединилось в одну ясную картину. И сказал он, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть измертву в третий день и проповедуно быть во имя его покаяния и прощения грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Главное, что мешает человеку принять Слово Божие, это гордость. Гордость человека ослепляет, не дает ему видеть правду о себе. И поэтому Господь, призывая к покаянию, Он говорит человеку правду о Нем. Одному говорит, ты, голубчик, вошел. Другому говорит, ты, голубчик, прелюбодей. Третьему говорят, ты жуль. Четвертому говорит, ты болтун. Пятому говорит, ты жадный. Шестому говорит, ты хам. Пятому говорит, ты убийца. А человеку не нравится. Вот такой человек хамит, то выпади, скажи, знаешь, голубчик, а ведь ты хам. Ему не нравится. И у него как бы два пути. Либо признать, да, вообще-то, я поступил как хам. И мне надо исправиться. И больше так не делать. Либо вступить в спор. Спор. Нет, я не хам. Это он хам. А я в ответ на его хамство ответил ему хам. Тоже хамство. Вот ты-то ответил хамство, значит, ты тоже хам. Но вот эту часть человек не хочет. Или, как делают дети, они вообще как бы этого не замечают. То есть вот им говорят, а они просто не слушают. И поэтому вот сто раз говорят, тысячу раз говорят, а он там все равно свое. то есть не хочет даже исправляться и вникать. Какой бывает результат? Душа покрывается с такой невосприимчивой коростой. И луч Слова Божия, он уже не проникает в сердце человека. А Господь хочет, чтобы все люди спаслись. Поэтому цель его пришествия, чтобы покаялись и изменили свою жизнь. А тогда уже Господь и даст ум разуметь описание и научит всякой правде. Как научил апостолов? Не сразу. Они сразу многое не понимали. Сначала поверили ему, а уже потом исправляли свою жизнь. Если мы с вами сумеем это сделать, то как Господь и апостолом обещал, так обещает и нам. Я пошлю обетование Отца Моего на вас, вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличетесь силой свыше. Это он говорил о Духе Святом. Потому что отверзение ума и вот такое разумение Писания это дается тоже Духом Святым благодатью Божьей. И поэтому если мы хотим, чтобы и для нас это случилось, мы должны обязательно постоянно трудиться над тем, что то, что в себе увидели неисправного, то должны исправлять свою жизнь. То интересное наблюдается картина. Вот у нас на приходе особенно там живем близко все там проблемы совместно возникают и интересно наблюдать. Вот там люди ходят в церковь, причащаются, никто исповедуется и причащается чуть не каждую неделю, а некоторые даже чаще. и с друг другом спорят чуть не дотаски волос, где папку с документами хранить, на этой полке или на той. Одному удобнее, чтобы было у него, другому удобнее, чтобы было у него, а третьему удобнее, чтобы было у третьего. Но как-то хоть кто-нибудь в голову пришло просто уступить, что пусть мне будет не так удобно, а ему было поудобнее. вот так вот. Ну любой разумный человек бы нет, как в детском саду в песочном свете. Нет, я первый, нет, я первый, нет, мне нужен. А людям, слава Богу, кому за 50, кому за 60. А некоторые в церковь ходят уже по 20, по 30 лет. И ничему не научились. Понимаете, вот из-за папки, где она должна стоять, готовы друг другу волосы выдрать. Это как интересно. И это не в день люди, там, Аль-Каида какая-нибудь, или там Шамиль Басаев, а это прям натуральные православные христиане, которые не только причащаются еженедельно, а вообще в церкви даже уже как бы трудятся. Вот. И интересно какой получается расклад. О чем мы думаем? о том, что человек читает, а некоторые из этих людей читают, знаете, как много? Я никогда в жизни столько не читал, сколько они. Вот в жизни. Но я имею в виду духовную литературу, каких-то там канонов, акафистов, у меня ни времени, ни сил нет, ни здоровья, ничего. Просто удивляюсь, как человек много молится, думаешь, а толку? Толку не ноль, а минус. Минус. Может быть, если человек всего этого не читал, был бы еще хуже, я не знаю. Но вряд ли. А это вот наблюдай, какие картины, диву даешься. Как ум человека интересно устроен. С одной стороны, вроде такой, верующий, ну прям глубже некуда. А когда вера касается практической жизни, ведь никто говорит, что вот если папку там на место не поставишь, мы тебя сейчас гвоздями к дереву прибьем, и на жаре будешь висеть, пока не умрешь. А то еще придем тебе железной палкой голени перебьем, перед этим плетью тебя истегаем, а в твою голову трость сломаем деревянную, вот, и еще терновый венец, чтобы тебя язвил. А перед этим еще тебя предадим и оплюем, и оклевещем. Об этом что речь идет? Ущерб какой? Никакого. Никто даже и голышкой не конец. Но такая между людьми ненависть, как будто действительно они хотят мстить друг друга. То есть договориться вообще не надо. То один придет, то другой, то третий. Бачка, выгодит, рассудить. Я говорю, что тут судить-то? Это вот когда яйцо съешь, скорлупу выкинешь, она там сомнется в помойке, потом в контейнер, потом куда-то вывезут на свалку, и вот цена этому, это вот кусок этой скорлупы. О чем тут речь? И мне больше забот нет, как только решать, где папка. А сам человек не может. Вот. Даже вот в такой практической жизни видно, что для чего вообще Господь кровь к своей прилегал? Вообще цель какая? Чтобы человек о качестве что ли бубнил? Ну бубни, если что-то меняется. Или лбом протаранил бы все раки на свете? Или там миллион долларов истратил на поездку по разным монастырям? Чего? Ради чего? Вообще? Только ради одного. Чтобы на земле между людьми отношения были не как у кошки и собаки. Ну хотя бы как у двух кошек. Которые между собой не дерутся. Коты дерутся там из-за кошек. А вот две кошки они вернутся им как бы нечего делить. У одной свои котята каждые три месяца. У другой свои котята кажется. Им незачем. Коты там время от времени дерутся. До этого определенный период года. А так вообще не круглый год. И вот Господь хотел чтобы хотя бы так. Но как бы дружно. Как лягушки в болоте. Все совместно квакают. Друг друга не едят. Только насчет насекомых. А люди нет. Вот Господь хочет хотя бы этому научить. Я уж не говорю о том чтобы дожил христианскую любовь. Как Господь говорит нет больше той любви когда кто душу свою положит за други своя. Какую душу спаси с хранили. Когда кто падку положит вместо друга своего в то место в котором вот там в этой папке две-три бумаги. Цена этих документов ничтожна. То есть за ними вообще ничего не стоит. Но мы не должны из-за этих двух-трех бумажек друг другу глаза царапать. Очевидно? Вроде бы очевидно. Но оказывается нет. И вот нам нужно чтобы для нас это было очевидно нам нужно прозреть. А чтобы прозреть надо увидеть самого себя в этой ситуации. Посмотрите. Вот когда ты борешься за какую-то правду а правда состоит в том что где должна эта папка стоять что эта правда она не имеет цены. Это все какая-то фикция. Правда совершенно находится в другом месте. она находится в том чтобы между двумя людьми были отношения смирения терпения любви уступчивости и возможности взять на себя другого. Вот Господь говорит через апостола Павла носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов. ему трудно ты ему помоги он тебя просит ты ему сделай у нас наоборот мне поручили я тут зазвоню другому и ты делай Вся история жизни, мира, вся история церкви – это вот борьба истины с ее извращением. А почему человек извращает? А потому что хочет свою волю творить. Человек все хочет по-своему, а надо по-божьей. И вот чтобы по-своему творить, нужно волю Божию не замечать. А вот нам наоборот стараться. Нам надо стараться ежедневно самих себя обличать, самому себя увидеть. Как ты некрасиво выглядишь. И перед Богом, конечно. Потому что перед МИД мы стараемся оправдать. Даже очень, как интересно, некоторые люди такие искусные. Так вот начинают говорить, и получается так, что он такой прям незаменимый. И что без него прям все, ну просто все кругом дураки, один оказывается он умный. А потом смотришь, его два месяца нету, а дело не только не встало, а лучше пошло. Вот как интересно бывает. А почему? Потому что видимость создавать. Потому что человек очень зависит от того, что о нем скажут. Вот он старается все время видимость изображать. Но для Господа-то это не важно. Особенно для тех людей, которые уже начал сидеть, или лысеть, или две трети зубов уже потерял. Надо же подумать, скоро будем умирать. Что же заботиться о том, как ты выглядишь? Когда тебе 19-20, ну может быть 25 лет, еще ума нету, хочется там что-то выглядеть чисто внешне. Ну, пожалуйста, это у всех, все такой период переживают. Одних покороче, у некоторых детство задерживается. Но уже в зрелом возрасте как-то это странно. Так что Господь-то нас видит, Он нам цену-то знает. Вот твоя цена 5 копеек до реформенной, до 61-го года, а твоя рук 50 без сдачи. И не надо ничего из себя изображать. Что там кипятится? Ну, ты ленивый, ты ничего не способен, ты не можешь ни одну бумагу до конца, так сказать, довести до ума. Не можешь письма составить без ошибок, за тобой все надо бесконечно проверять. Но зачем же тогда изображать там из себя кипучую деятельность? Зачем? Неужели все вокруг не поймут вообще, что почем? Может не так точно, с точностью до рук 50. Но приблизительно порядок цифр, в общем-то, довольно быстро станет известен. Вот, но гордость не позволяет. Честлавие, честолюбие. Человек при том, что он ничего из себя не представляет, он хочет, чтобы ему воздавали честь, как будто он вообще на золотой червонец тянет. Вот в чем обидно. Господь сам, царь вселенной, он себе ничего не требовал. Говорит, я, ваш Господь и учитель, вам умываю ноги. Для чего? Чтобы и вы друг другу умывали ноги. А не дрались из-за двух проштампелеванных бумажек. Вот, к чему Господь наступает. Все очень просто. Что мешает этому процессу? Гордость. Вот она нас ослепляет, и она заставляет нас делать не то, что требуется. Поэтому будем молиться Богу, чтобы Господь нам помог, отверзь нам ум, разуметь и писание, чтобы мы поняли, а что ж, на самом деле, едино на потребу для нашего спасения. Аминь. Аминь.